Девушки отдыхают Давайте, короче, пойдем В студенческий клуб Поговорить Так, с этим нет, ну ладно Наоки Из Наоки тоже нет Сладушки Так, тут Чэнси Чэнси тоже нет Так, хорошо С кем же тогда мне поговорить Если никто не хочет Давайте в корпус биологии Так И с Юпитер тоже Вот тогда Так Хорошо, с кем мне Говорить-то, а? Чем мне делать? Так, давайте В библиотеку Так, с этим тоже нет О Я слышал, ты очень хотел возглавлять Лабораторию Лабораторию Ну, да, в смысле А кто не хочет? Шон явно не хотел Да, ему это никогда и не подходило Ему не нравится работать О, дело не в работе У него никогда не было Проблемы с трудной работой Он из тех парней Кому можно позвонить В 2 часа ночи Из центра города Без денег Пьяным С коробкой собачьих Га... Гапет или галет Которые Ты не помнишь Как купил Такое Случалось? Я говорю Гипотетически Разумеется Но собачьи Галеты Не так уж Плохи Конечно Но если Дело не в работе То В громко В громком одобрении Вернее В его отсутствии Он хороший парень Все такое Но ему очень нравится Когда люди замечают Какой он хороший Ты ведь Тоже хочешь Чтобы тебя замечали Само собой Все хотят Чтобы их замечали Но большинство Это нужно Для достижения Своей цели Я хочу Чтобы меня заметили Так я займу Более высокое положение Он хочет Чтобы его заметили Чисто ради внимания Чем больше Его будут Обожать Тем лучше Разве ты Не говорил Какой он прекрасный Разве не ты говорил Я не говорил Что он этого Не заслуживает Я лишь Сказал Что он Всегда стремится К этому А быть главой Лаборатории Неблагодарная Работенка Тогда Почему ты Хочешь Ее получить Если ты Этого не понимаешь Вряд ли Я смогу Объяснить Ясно Ну иди В жопу Так Хорошо С этим Мы уже Поговорили Так С этим Так И Не Говорится Хорошо Идем Дальше Так Общежитие Лимейка Тебе Хватило Времени Чтобы найти Что хотел Лимей с надеждой Посмотрела На меня Ее голос Был Серьезен Да Хватило Хорошо Ты Здорово Задержала Юпитер О чем Вы говорили О кролике Я хотела Знать В порядке Или он Оу Почему Ты Загрустил Прости Я не Хотел Но Ведь Грустно От мысли Что он Умрет Лимей Покачала Головой И по доброму Улыбнулась Мне Все Когда нибудь Умрут Ты же Понимаешь Понимаю Поэтому И больно Порой В снах Я вижу Воспоминания Которые Забрал У погибших Людей Никто Из них Не ждал Смерти Никто Из них Не думал Что их Жизни Будут Настолько Короткими Лимей Мягко Положила Свою Руку На мою Никто Так Не думает А когда Юпитер Была Здесь Она Че Нить Говорила Не Мы Говорили О ее Жизни Да Ладно Она Поступила Лишь На два Года Но Она Очень Счастлива И Говорила Про Шона Ого И Как вы Дошли До Такой Темы Раньше Он Был Руководителем Команды И Он Не Был Особо Счастлив Из-за Этого Его Семья Выбрала Для него Это будущее И он Ненавидит Свою Семью Ли Мэй Посмотрела На Свои Пальцы И Когда Сплела Их Вместе В ее Глазах Появлялось Отстраненное Восхищение Я Не Понимаю Не Понимаешь Семья Создана Не Для Ненависти Конечно Но Порой Все Идет Не Так Как Надо Порой Люди Делают То Что Не Должны Но Почему Потому Что Все Мы Люди Наверное А Люди Очень Сложное Существо Ли Мэй Согласно Кивнула Очень Да Такие Дела Так Хорошо Может С Аароном Еще Поговорим Нет Не Поговорим Идем Так Давайте Попробуем Нет Не Попробуем Так Мы Уже Обошли Все Что Можно Герски О Так Что Нашел Что Нибудь По Записке Вообще То Да Я Отнес Ее В Учебный Отдел И Ее Там Проверили Регистрационный Номер Принадлежит Нейтану Холму Он Один Из Выпускников Работавших Над Нынешним Проектом Доктора Йохансона И Где он Сейчас Думаю В Библиотеке Тогда Пойдем Поговорим С ним Правильно Встретимся Там Ясненько Акушка Нужно Поговорить С Нейтаном Саки Можно Пообщаться И позже Ясно Так В библиотеку Он Сказал Да Детектив Герски Встретил Меня Ухода В библиотеку Завидев Меня Он Вытащил Блокнот И Перелистал Его Итак Мне нужно Еще Что Нибудь А Мне нужно Еще Что Нибудь Знать Об Нейтане Ничего Такого На ум Не Приходит Он Заменяет Йохансона На большинстве Его лекций Но студентам Он вроде Не очень Нравится С Дэвидом Они довольно Хорошо ладят Но с Юпитер По прежнему Не очень Думаю Ему кажется Будто Его недооценивают Будто Он Заслуживает Больше Больше Признания Это могло Быть мотивом Украсить Исследования Доктора И продать Их конкуренту Который Оценил бы Его выше И если Доктор Йоханссон Сделал На него Донос Это Стало бы Пятном На его Репутации Он бы Нигде Не нашел Работу Похоже На мотив Нейтан С Дэвидом Ходили Между парт Пока Студенты Увлеченно Над чем То работали Он Остановился На секунду Чтобы Что то Посоветовать Парню Который Выглядел Особенно Взволнованным Эй Здоровки Нейтан Нейтан Покосился На меня Ты же Видишь У меня Занятие В самом Разгаре Нельзя Подождать Нет Никак Нельзя Нам Нужно Поговорить О Докторе Йоханссон Но Герски Кивнул на Студентов Которые Уже Перестали Работать И Вовсю Прислушивались К нашему Разговору Че Происходит Что то Не так Они Не просто Хотят Поговорить О чем то Наедине Как я понял Я могу Ненадолго Присмотреть За твоими Студентами Он Коварно Улыбнулся Но Ты будешь Должен Мне Обед Нейтан Россияно Отмахнулся От него А Когда Не должен Был Нейтан Торопливо Осмотрел Библиотеку А затем Жестом Пригласил Следовать За ним Сюда Он Отвел Нас В дальний Угол Библиотеки Итак Что вы Хотели Герски Показал Ему Первую Распечатку Узнаешь Боюсь Ничем Не могу Помочь Че это Уведомление Об отчислении Доктор Йоханссон Собирался Исключить Тебя Из-за Неавторизированного Доступа К Конфиденциальной Информации Ты Продавал Ее Другому Исследовательскому Учреждению Нейтан Фыркнул Вы Верно Шутите Я Ни О чем Таком Не Слышал Неужели Герски Показал Ему Вторую Страницу Потому что У меня Есть целая Страница Времени Регистрации Твоего Студенческого ID Которая Говорит Об Обратном Какого Нейтан Наклонился Вперед И прищурился Вглядываясь В страницу Его глаза Расширились Едва Он понял Что означают Эти цифры Но В этом Нет Никакого Смысла Я Здесь Вижу Очень Много Смысла Я Впервые Вижу Эти Записи Я Никогда Не возвращался В лабораторию Так Поздно Есть Есть Видеодоказательства Этого Заявления Камеры Записывают Что-то Только В случае Взлома Если Кто-то Использует Код Входа Не Останется Никаких Записей О нем Или О ней Можешь Объяснить Все Эти Регистрации Нет Я Не Слежу Когда Логинюсь Потому что За меня Это Делает Компьютер Как вы Знаете И Ты Утверждаешь Что В этом Случае Компьютер Ошибся Э Да Нет Не вините Компьютер Скорее Всего Кто-то Воспользовался Моей Карточкой Чтобы Зарегистрироваться И Если Вам нужен Тот Кто Может Продать Продавать Секреты Расспросите Аарона Он Перевелся Из Университета Соперника Из Западного Штата Он Никак Они Никак Не Могли Соравняться С нами Может Он Захотел Дать Им Преимущество Плюс Он Постоянно Теряет Свою Карточку Поэтому Пользуется Карточками Всех Остальных Включая Мою Почему Бо 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 Вам Не Попробовать Расспросить Его Мы С Детективом Переглянулись Алиби Нейтана Не Было Идеальным Но Мы Не Могли Опровергнуть Его Разговор Пора Кончен Мне Очень Нужно Идти У Меня Лекция Он Посмотрел На Часы Началось Три Минуты Назад Можешь Ити Но Я Настоятельно Советую Не Покидать Территорию Университета Нейтан Закатил Глаза Как Будто У Меня Есть На Это Время Он Развернулся Подхватил Сумку И Выбежал За Дверь Итак Че скажешь Я ему Не особо верю Но Поговорить С Аароном Не повредит Думаю Он До сих пор В своей Комнате Видим Виду Хорошо Так Общага Да 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 Аарон Сгорбился Над Столом Он Закончил Со Спиралями И Переключился На Цветочки Эй Аарон Привет Привет Что-то Стряслось Думаю Нам Есть О чем Поговорить Окей Аарон Уронил Ручка На Блокнот И Отодвинулся От Стола Ви Он Несколько Раз Покрутился На Стуле И Наконец-то Остановился Его Рука Инстинктивно Схватила Фотоаппарат И Он Сделал Снимок Ну Так Ты Когда-нибудь Одалживал Удостоверение Личности Найтана Да Постоянно Почему Ты Не пользуешься Своим Это Так Важно В этом Случа Вроде Когда Я Постоянно Терял Своё Оставлял В лаборатории В других Штанах Не важно Каким Удостоверением Ты пользуешься Под запись Раз В принципе Приходишь Верно Узнаешь Это Детектив Герски Показал Распечатки И Аарон Наклонился Чтобы Внимательно Взглянуть На них Оу Он Прищурился Не Совсем А Что Это Уведомление Об Отчислении Глаза Аарона Расширились Это Плохо Нет На самом Деле Нет В данных Указано Что Нейтан Получал Доступ К файлам К которым Не должен Был Но У нас Есть Причины Полагать Что Ими Пользовался Только Ты Воу Воу Аарон Поднял Руки Я Я Не делал Ничего Такого Герски Бросил Листы На стол Аарона Ты Из Западного Штата Верно И Я Слышал Что Университеты Аджватора Из Западного Штата Непримиримые Соперники О Неожиданно Аарону Будто Стало Очень Неловко Ты До сих Пор Считаешь Себя Учеником Западного Штата Взгляни На Свои Вещи В Комнате Ну Да Но Так В чем Состоял План Приехать Сюда Украсть Информацию И отправить Своим Друзьям В Западный Штат Нет Аарон Скрустил Руки На Груди Здесь Нечего Воровать В Западном Штате Все Нам НОго Лучше Развито Не Ну Правда Приехать Сюда Все равно Что Шаг Назад Сделать Что Ты Хочешь Этим Сказать Аарон Посмотрел Вниз И порылся В настройках Своего Фотоаппарата Мы Мы Давным Давно Пошли Дальше Выращивание Органов Че Те органы Что мы Производили Отказывали Часто Отказывали Но мы Обнаружили Как заставить Тело Выращивать Клетки Поверх Других Это Означает Что При помощи Правильной Стимуляции Тело Смогло Бы Заново Выращивать Свои Собственные Органы Вместо Того Чтобы Мы Делали Новые Самостоятельная Регенерация Управляемая Регенерация И даже В таком Виде Ограниченная Никаких Новых Рук Или Чего-то Изряло Вон Он Посмотрел Наверх И Обхватил Фотоаппарат У нас Не получилось Это реализовать Но Теория Впечатляет К тому же Есть Множество Важных Вещей Помимо Органов Например Можно Выращивать Здоровые Клетки Вместо Зараженных Раком Но Местные Исследования Могли бы Заинтересовать Кого-нибудь С запада Если бы Запад Все равно Ничего не Стал бы Воровать У Аджуатера Даже Появилась Такая Возможность Почему Ты так В этом Уверен У нас Есть Своя Гордость Воровать Исследования Все равно Что Принимать Помощь Из рук Врага Почему Может и Перебрался Сюда Со всей Своей Преданностью Западу Само Собо Не из-за Великолепной Программы Обучения Знаешь Есть вещи Поважнее Верности Школе И Для Тебя Это Мой Парень Живет В 10 Минутах Отсюда Ого Мы Оба Устали От Больших Расстояний Так что Я Переехал Остальные Знают Об этом Ну да Все С ним Знакомы На самом Деле В кажд Каждый Из В каждой Из В каждой Из записанных Здесь Промезутка Времени Я был С ним Ага Ты Помнишь Каждое Ваше Свидание И встречу Я помню Конкретно Эти Каждую Неделю Мы Играем В Миф Карты С его Друзьями Хотя По какой Причине Эти Регистрации Происходили Через Неделю Или Это Совпадение Или Кто-то Дождался Ухода Аарона Чтобы Украсть Информацию И К тому же Если Нейтан Знал По какой Причине Аарон Сменил Школу То Почему Сделал Другое Предположение На Эту Тему Мы С Детективом Герски Обменялись Взглядами Кажется Он Подумал О том Ж О чем И Аарон Заметил Наше Молчание Что-то Не Так Ммм Твои Коллеги По Лаборатории Знали О Ваших Сборах Каждую Неделю Ага Я Каждый Раз Забо Их С собой Но У них Не Возникало Желания О Че Один Из них Предположил Что Ты Сменил Школу Чтобы Украсть Информацию По Лицу Аарона Было Видно Что Он Напрягся То Есть Найтан Но Вы Только Что Спрашивали Меня Почему Я Пользовался Его Карточкой Я Вздохнул Да Речь О Найтане Ну Возможно Вам Стоит Знать Что Все Пользуются Его Карточкой Они Рано Вставать И И В Лабораторию Так Что Меняются Местами Каким Же Образом Они По Очереди Встают И Регистрируются Двумя Картами В Лаборатории Таким Образом Они Высыпаются Через День Звучит Удобно А Ты Не С Ними Мне Нравится Рано Вставать Забываю, что существуют такие люди Вам предоставить номер телефона для подтверждения моего алиби? Ни сию секунду, просто не уходи никуда Возможно, нам потребуется задать пару вопросов Конечно, мне некуда идти Мы оба на всех парах устремились вон из комнаты Великолепно, и чё теперь? Похоже, все, кого мы опросили, указывают друг на друга Детектив? Лимей присоединилась к разговору Что такое? Герзкий удивился, что Лимей вообще с ним заговорила Почему вы не попросите помощи Аки и Наоки? Лицо детектива немного скривилось Как будто он только что прикусил что-то очень... Откусил что-то очень горькое Я бы предпочел обойтись без этого Они докопаются, да правда? Вы ведь знаете, что ли, мои права? Аки и Наоки могут помочь Знаю, но... Так, в чём же проблема? Раньше вас ничего не сдерживало Почему вы изо всех сил отстраняете их сейчас? Я не хочу, чтобы им причинили вред Терпение дерзки треснуло по швам И я невольно сделал шаг назад Мы все знаем о возможных опасностях Наверняка они видели, чего и похуже Глупо так себя вести Потому что... Эээ... Все... Всё это задание... Бессмыслица Почему здесь? Почему они? Герзки сжал кулаки И на мгновение Я подумал, что он ударит меня по лицу Однако он контролировал свои эмоции Намного лучше меня Поэтому просто отвернулся Как будто ей вообще Всё равно, что с ними может случиться Так... Так, теперь я действительно запутался О ком мы говорим? С разочарованным вздохом Герзки покачал головой Неважно, вы оба правы С ними всё пойдёт куда быстрее К Герзки вернулось самообладание И он повернулся ко мне Мы заново проверим алиби у всех на это время Я поговорю с Нейтаном Ты поговоришь с Юпитер И скажи близнецам, чтобы они взялись за Дэвида Лимай останется с Аароном на всякий случай Ладно, скоро увидимся Так... Что ж... И как я понимаю Теперь нам... Теперь нам предстоит Уже финальная... Финальная часть расследования И... Её мы... Рассмотрим уже в следующий раз Если выпуск вам понравился Ставьте лайк И подписывайтесь на канал Субтитры сделал DimaTorzok